Дорогие подписчики и гости моего канала Я вам рассказывала про свою орхидею Wildcat, это дикий кот Еще в покупном горшке он у меня начал терять тургор листиков Я его пересадила в обычный горшок с корой Он продолжал резко терять тургор Вытащила, пересадила в закрытую систему 2-литровый горшок На тот момент у меня только был Конечно, можно было сразу взять емкость поменьше Но у меня такое не имелось И тургор терялся еще и еще больше Но моя ошибка в том, что у него было 2 пышных цветоноса Которых я не обрезала изначально И 3 цветочка было распущенных А остальные распустились все у меня дома И я так думаю, что ему не хватило сил на адаптацию То есть он все силы кинул на распуск своих цветочков Потому что, может быть, был обкормлен весь И он выбрал цветение, чтобы его купили в магазине Я так думаю И вот я наконец-то порылась у себя в закромах Выехать я пока не могла это все время что-то приобрести стоящее Вот это кашпо вообще идет для 12-сантиметрового горшочка То есть горшочек вставляется практически вплотную То есть это кашпо, видите, оно небольшое Но однако же корешки остались только которые вот здесь вот поверху Такая же у нас посадка без всякого субстрата Посадка проводилась, не было возможности снять с ребенком Вот И там идет только крупная кора, мелкая кора, керамзит и мох В общем, все то же самое, только без субстрата И корешочки остались только вот эти вот Которые внутри Ой, которые поверху горшочка Вот какая-то еще почечка набухшая Вот Если это вдруг окажется цветонос Но не похоже это на цветонос на самом деле Или цветонос, который уже, может быть, я задела при посадке В общем, если цветонос, конечно, я сразу не задумываясь его удалю Потому что ни о каком цветении здесь не может пока идти и речи Я надеюсь, в будущем когда-нибудь он отцветет Вот эти корешки, видите, они только поверху идут Внутри нет ни одного корешочка Сейчас оставался один корень Но когда вот сейчас опять я его вытащила из горшочка То есть это уже третья пересадка Я этот корешок удалила Он был гнилой То есть вот эти корни по сравнению с ним Это еще хорошее Не стала я все обкладывать мхом, толстым слоем Чтобы все дышало Посадила немножечко его повыше Ну посмотрим, что будет сегодня 14 ноября 2017 года Я надеюсь, что все-таки он пойдет в рост Что он не погибнет Вот уголек там еще тоже имеется Вот в такой маленькой емкости Конечно, мне нужно было его не дергать А поехать куда-нибудь купить кашпо Хотя бы элементарно Такое же прозрачное кашпо Пластмассовое, пластиковое, неважно Но самое главное, что мне необходимо было сделать В первую очередь Это пересадить его в более маленькую емкость И так как я его оставила В двухлитровом горшке Он не начал восстанавливаться Он очень оказался слабеньким Вот в таком состоянии находятся его листики Сначала я их не подвязывала Просто намотала бинты Как я делала это, как вы помните В майские праздники, когда я уезжала И орхидеи потеряли тургор Я также делала у меня за два дня Орхидейки, которые были без тургора В том числе большая такая, огромная За два дня тургор у всех прекрасно восстановился Но орхидеи-то были здоровые, не гнилые, ничего Вот такие вот листики Все перевязаны кверху Так они быстрее должны восстановиться Если тут вообще что-то восстановится И положила я Сухую, влажную детскую салфетку сюда Чтобы когда я опрыскивала Водичка стекала на салфеточку И потом я ее убирала Потому что в пазухи попадает Вот у этого листика в пазухе Сейчас я постараюсь, конечно Вот видите, такая дырка Это он был при покупке Такой еще у меня В общем, поэтому я Все закладываю И после опрыскивания Когда в салфетке все стекает Я, конечно, их убираю Но пока они сухие, пусть лежат Потому что скоро я его опять буду опрыскивать Вот такая вот имеется у нас бякушка На листике Ну, я наблюдаю Она не у точки роста Ничего я пока не выстригаю Не обстригаю В общем, пока как есть, так и есть Начнет больше расти Уже выстригу Ну, я не знаю Уже он весь Бедняга у меня И страдался Пострадал Поэтому вот такой вот котик Надеюсь, следующее видео Который, который я буду снимать Будет положительным И у нас проснуться Такое растение Я не буду Потому что здесь корней нет Ни одного корешка И чтобы здесь не было лужи Потому что им сейчас и не надо Переувлажнения Можно опрыскивать сверху Но заливать не буду Вот через день-два Сюда водичку И все Посмотрим, как пройдет реанимация У этой орхидейки Дальше видно будет Я думаю, что Если в нем не сидит Никакое заболевание Все будет хорошо И пойдут корешочки в рост Всем спасибо До новых встреч Всем пока-пока Здравствуйте, дорогие подписчики И гости моего канала Продолжаю снимать свой Видеодневник Прошло два дня Сегодня 16 ноября Итак, что я делаю Со своим котиком На, так сказать На реанимацию Вот поставила палочку Листик падает В общем, весь он у меня Завязанный, перевязанный Каждый день Несколько раз в день Я опрыскиваю вот так вот Листики Вот таким вот образом То, что водичка стекает Она попадает сюда Вот в салфеточку И потом я ее Влажную вытаскиваю Но стараюсь впрыскать Чтоб вообще водичка не стекала Просто листья сейчас еще влажные Вот таким вот образом Я опрыскиваю И опрыскиваю Листики Тургор не вернулся Не возвращается Листики мягкие Не знаю Может быть он чем-то болеет Что не хочет он расти С утра Когда сухие корни были Водички у меня не было Все это время в горшочке Я вот так еще опрыскивала Корешочки сверху Чтобы они немножко попили Корешки зеленеют Но они такого цвета Не знаю Будет ли на камере видно Они коричневатые Видите Все такие вот поломанные Шейки так и не пробиваются Корни И как вы знаете Кто долго со мной Я никогда не использовала Корневин И сегодня В целях Может быть даже Эксперимента И уже От такой какой-то Вот Ну не знаю Мне кажется Хуже уже не будет Это точно Я корневином Никогда не пользовалась Сегодня я решила Воспользоваться Еще и Плюс ко всему И корневином Сейчас покажу вам И расскажу Как я это все буду делать Итак Я нашла дома Вот такую вот Пачечку корневина Ну самое обычное Она везде продается В принципе Во всех Убитом Садово В садовых Комплексах Ой Уже сыпется У меня все на стол Итак Я его открываю Нашла я вот У ребенка Кисточку И хочу Присыпать Немножечко Корневинчиком Хотя Я слышала Что Для орхидеи Как бы Он Не очень Подходит Но я вот В общем Вот так Хочу припудрить А там Знаете Будь что Будет уже Да Кстати Вот сегодня Я подлила Водичку Как я и говорила Я не заливала А подлила Водичку На уровень Керамзита Вот В этом кашпо Тоже все Прекрасно Просматривается Но я имею ввиду Что корни Не будет Конечно Видно Но Водичку Видно Так Сейчас я Опущу Немножко Прекрасно Так Что-то я ее Задрала Так И вот Так Я припудриваю На глаз В общем Без всяких Пропорций Без всяких Там Даже не смотрела Что там Как делается Просто Припудрю Сухим порошком Вот При вас Открыла Пачечку Вот Такой Порошочек Белый Ствол Какой-то Весь Кривоватенький Не знаю Будет ли он Действовать В сухом Виде Ну Посмотрю Вот Эту Почечку Тоже Какая-то Там Набухшая Ну Не Почечка Не знаю Что это Будущий Цветонос Или Будущая Детка Или Вообще Без Будущего Что-то Ну В общем Вот Так Я Сделаю Ну И Хватит Вот Попал Этот Порошочек Я Не Буду Теперь Опрыскивать Субстрат До Завтрашнего Дня Я Не Буду Опрыскивать Листья Чтобы Чтобы Этот Порошочек Он Была Возможность У него Хоть Как-то Подействовать Вот Такой Вот Вид Листиков Вот Такой Вот Вид Теперь У нас Шейки Сейчас Покажу Поближе Ну И Будем Наблюдать Что С ним Будет Дальше Ну Погибнет Ну Что Поделать Должно Ж И Такое Тоже Происходить Наверное Иногда Вот Так Так Что Вот Такой Вот У нас Котик Сейчас Течет Водичка Я Уберу Вот Эти Вот Листик У него Тоже Видите Изначально Вот Он Такой Как будто Вот Немножко Болтается Но Я думаю Что Не думаю Вернее Это Особенность Это Особенность Некоторых Таких Цветочков Когда Их Во-первых Бывает Такое Из-за Чего Когда Цветок Допустим Идет Из Азии Из Германии Он Долго Не поливается И новый Рост Который Вот Он Растет Да Он Может Вот Так Вот Болтаться Вообще Вот И Думаешь Что С ним Что-то Случилось Но На самом На самом Деле После Полива Через День Два Проходит И Все Приходит В Норму Еще Такое Бывает Когда Гниет Орхидея Когда Гниет Сам Стволик Шейка И так Далее И Третья Причина Есть Особенность У некоторых Фаленопсисов Не знаю Насчет Других Не могу Сказать Есть Особенность У некоторых Орхидея Когда Идет Новый Ростик Он Вот Такой Какой-то Вот Казалось Бы Что Он Не Болтается Но Потом Когда Он Начинает Расти Все Получать Витаминчики Полив И так Далее Если Это Магазин Особенно То Все Нормализуется Опять же Новый Ростик Растет Перестает Болтаться И Так Такие Вот Результаты У нас Можно Скать Никакие На 16 Ноября Будем Ждать Что Будет Дальше Всем Пока Пока И так Сегодня 30 Ноября Прошло Две Недели Я Пересадила Кота Вилдкэт Орхидею Значит В более Меньший Горшочек Вот Такой Вот Потому Что Там Корней Практически Нет Корни Вот Только Которые На Поверхности Не Могу Знать Еще Найти Одно Видео Самое Первое Про Него То Есть Видео Дневник Про Него Снимаю Буду искать Куда Я его Делаю Чтобы У нас Было Полноценное Такое Видео Итак В избежание Многих Вопросов Потому Я снимала Про Биг Бенга Видео Тоже Дневник Но Я больше На словах Рассказывала В этот Раз Я хочу Когда Такие Какие-то Кардинальные Меры Я хочу Снимать На камеру Чтобы Сразу Было Ясно Понятно Наглядно Так Так, как я уже сейчас рассказывала, у меня так и остаются бинтики на листьях, не дает новых корешков орхидейка. И после пересадки я не стала замачивать горшочек, дабы избежать лишней гнили, а просто налила сразу водичку вот на уровень керамзита. Пусть горшок мутный, но воду как бы видно хорошо. Итак, что я сейчас буду делать? Итак, во-первых, мне надо залить вот эту вот новую, свою орхушку, вот эту, которую я в Дикси купила, прошло уже несколько дней. Вот, что я сейчас буду делать с котом, значит, и со всеми остальными, но речь про него в данный момент. Во-первых, я разбавила две таблеточки, здесь трехлитровое ведро, две таблеточки, вот, разбавила аллерина. Выливаю ведерко. Аллерин очень тоже хороший препарат, хотела фитоловин, но потом решила попробовать в этот раз аллерин. Так, он тоже так же против гнили, сейчас я вам покажу. Вот такой препарат, так, восстанавливает полезную микрофлору, не вызывает привыкания, возбудители болезни. И тут у нас фитофтороз, корневые гнили, мучнистая роса. Вот, инструкцию можете почитать. И там внутри, вот такие вот, видите, таблетки. Таблетки эти я толку, и очень хорошо они растворяются в водичке. Эти таблеточки. Так, тут у меня остатки тоже высыплю. Итак. Так. И добавляю туда же я фитоспоринчика немножко. В последнее время люблю комбинировать препарат, когда особенно какие-то у меня проблемы с растениями. С растениями, допустим, то же самое фитоспорин с фитоловином, фитоспорин с аллерином. И видите, обычно я делаю такой крутой раствор фитоспорина. В этот раз я сделала чуть-чуть такой окрашенный, как мы детишкам чай в бутылочке, наверное, делаем. И потому что там у нас еще есть и аллерин. И что я буду с листиками делать? Я на литр воды развела стимула. Одну ампулку вот перелила потом в такой пульверизатор. Тут просто мелкое распыление. И листики опрыскиваю. Ну, заодно у всех растений стимулом. Отчего этот препарат? Сейчас я им пользуюсь. Вот так. Значит, что сюда входит? Так, набор аминокислот плюс микроэлементы. В, короче, магний, цинк, стрессовые факторы для растений, погоды, заморозки. Ну, в общем, такой нормальный препарат. Тут одни витаминчики. То есть витамин В, магний, цинк и аминокислоты получается. Вот так же инструкцию можете почитать. Вот цветочная культура 2 мл на 0,7 на литр воды в период активного роста в течение вегетации. В общем, мы опрыскиваем только листики. И вот тут инструкция, почитайте. По-моему, интересно. Многие тоже спрашивают. И, значит, видео последнее было от 18 ноября. Так, я каждый день опрыскивала. Один раз с HB 101 опрыскивала. Остальные дни просто водичкой я листики опрыскивала. Так, и начинаю я заливать, вот, как я уже сказала, через 2 недели теплая вода, такая приятная. Даже, мне кажется, немножко чересчур, но ничего страшного. И они у меня, так как я ухожу гулять, открываю окна, они у меня будут стоять здесь несколько часов. Так, сейчас, неудобно. Несколько часов, вот, в ванной. После того, как, естественно, я солью водичку. Я лью поверху еще, потому что корешки все наверху. Я не опрыскивала ничего все эти дни, чтобы, вот, дабы избежать, как раз-таки, корневых гнилей. То есть, корешки серебристого цвета у меня, цветочка. Итак, я залила, где-то на полчаса, минут на 40, как получится. Вот, все у меня плавает. Он, видите, еле держится, потому что корни наружу постоянно падают. Ну, не падает, а накореняется. Потому что листовая масса у цветка богатая, в отличие от корневой массы. Ну, сейчас корешочки напьются, напитаются. Я надеюсь, что это также благотворно подействует на листья. Итак, беру спрей. И с препаратом стимул, как я уже сказала, я опрыскиваю эти листочки. Он как бы мелкое распыление дает, но, однако, если много прыскаешь, достаточно водички попадает. Сейчас я его всего опрыскаю. Естественно, я все из точки роста, из пазух также, я всю лишнюю воду уберу. Снизу, с тыльной стороны, снаружи, то есть, все опрыскивается. И у нас цветочек сейчас напьется очень хорошо. Сейчас утро, 10 утра. Так что, они успеют у меня и постоять, и просохнуть. Так, естественно, я не опрыскиваю на окне, как вы сами понимаете. То есть, на окне это все у нас по-божески. Иногда, знаете, даже вот, мне кажется, набирает турбор. Ну, потом подходишь через какое-то время, турбора опять нет. Ну, по крайней мере, он не гибнет. Никаких больше гнилей там я не вижу. Сейчас покажу я вам корешульки. Так, видно? Вот корешульки зелененькие. Но они, как бы, с одной стороны, зелененькие, а с другой стороны, они, наверное, то, что старенькие, такие безжизненные какие-то. И с шейки у нас корни не идут. Я знаю, что у многих кот болеет после покупки. Даже еще не пересаженный, как у меня начал турбор теряться, он еще не был пересаженный. У кого-то какие-то другие. Вот как у моей подружки. У нее из точки роста два цветоноса. И, в общем, там такое что-то непонятное. И не цветоносый. В общем, как кувшинки. Что-то такое растет. Вот так вот, видите? Ну, будем надеяться, что он выживет. Поборемся. Не выкину же я его. Правильно? Будем бороться. Будем какие-то действия предпринимать. И также этой же абсолютно водичкой я сейчас залью и новую растюшку мою. Стоит она у меня пока на кухне. Стоит, цветет. Ничего плохого я не вижу, чтобы обрезать. Цветонос турбор нормальный. И вот такой же водичкой. Очень полезный для них. Я залью этот цветочек. Вот все у нас поднимается. Кстати, вот, кто спрашивал у меня. Вот, видите, у меня тоже так же все. Когда свежее, сухое поднимается на поверхность. Я просто вот так приинаю. Все сейчас напитается водичкой. И все будет хорошо. В следующий раз уже так подниматься не будет. Обычно в стекле так и не поднимаются. Обычно в пластмассовых горшочках. Также я опрыскиваю стимулом. То есть, и которым мне нужно цветочки залить. Со всеми я проведу такую же абсолютно процедуру. Так, не надо посмотреть на наш мокнущий лист. При покупке который был. Еще я, правда, видео не выкладывала. Не знаю, какой первый получится. Вот, обмороженный листочек был. Я это растение не опрыскивал вообще ни разу. Потому что мог вот листик. Мокнущий лист я намазала зеленочкой. Сейчас также я потом все протру. Лишнюю влагу уберу. Ну вот, наш полив окончен. Стоит наша бедолага. Надеюсь, что все будет в дальнейшем хорошо. Если буду проводить какие-то новые манипуляции. С новым препаратом обязательно сниму и расскажу вам. Все, до новых встреч. Всем пока-пока. Итак, сегодня у нас суббота 6 января. Три дня назад я сняла бинтики с моего котика. Потому что они ему больше не нужны. Было видео, как я его купаю со стимулом, по-моему, с солерином. Что я еще делала? В принципе, я его ни с чем больше не замачивала. Висели бинтики. Обмотала я листики, как вы видели. И я их опрыскивала несколько раз в день. Вот три дня назад, 3 января, я сняла эти бинтики. Потому что я поняла, что все нормально. Тургер у него практически вернулся. Вот такие листики. Видите, они уже не висят. Даже самый длинный. Но, кстати, под самый длинный я вот так немножко пузыречек подставляю. Ну, любое, в общем, приспособление, которое у вас есть, можно подставить, чтобы листику было легче набрать тургер. Листики он не отсушил, нижние. Хотя я все думала, пусть отсушит, чтобы сил набраться. Они тоже зелененькие, они тоже такие крепенькие. Но он еще только набирается сил. Посмотрим, что у нас новенькое. На 6 января новенького. Вот, у нас появился новый листик. У нас появилась куча корешков новых. Вот корешочек. Вот корешочек. Так, сейчас я вместе с вами буду разбирать, смотреть. Честно говоря, ни разу в него не залазила под мох. Только когда видео снимаю, так немножко поковыряю. Вот, потому что у меня такой принцип. Лучше поменьше лазить, поменьше беспокоить растения. Вот новый корешочек. Так что теперь я за него спокойно, в принципе, да. Так. Вот. Корешки. По-моему, не один. Да, вот там в горшочек полез. Вот корешочек. В общем, я так думаю, что теперь с этой... Выглядит это, конечно, все равно не очень. Но самое главное, что с орхидейкой вот торчит корешочек. Самое главное, что с орхидейкой все нормально. Я ее не пичкала никакими. Ни разу, во-первых, не удобряла. Не удобряйте орхидеи, которые ослаблены, которые на реанимации. Да, можно протирать янтарной кислотой листики. Кто любит янтарную кислоту, я к ней тоже хорошо отношусь. Но просто что-то мне, видимо, лень было или что, я не знаю. Я просто листики опрыскивала. Иногда я, наверное, пару раз добавляла HB101. Когда при опрыскивании на листьях все, больше я ничего не удобряла. Ни там ни янтарной кислотой не протирала. Хотя можно, еще раз повторю, можно даже ей опрыскивать мелким-мелким распылителем. В общем, я ничего, в принципе, такого сверхъестественного не делала. Я ее пересадила, как уже ранее сказано было, в более маленький горшочек. Я обмотала листики бинтиками, опрыскивала каждый день. Я не пропускала ни дня. Единственное, уже когда тургор начал возвращаться, иногда я уже расслабилась, наверное, и пропускала опрыскивание. То есть, с утра опрыскаю и все. А когда тургора вообще не было, то я несколько раз в день увлажняла листья, чтобы орхидея питалась через листики. Но что меня еще напрягает, то что от шейки нет корней. Вот этот бугорок, это не корень, как можно подумать. Он такой весь стволик, видите, у него деформированы, как бы что ли, листы рваны. Вот здесь такой большой бугорок. Это еще было при покупке. И коты, они часто, на самом деле, брыкуют. Они также дают цветоносы с точки роста. У них мутированные цветочки бывают. В общем, они, бывает, себя плохо ведут. Потому что они, скорее всего, скрещены что-то с чем-то. И как бы вот из-за этого идет мутация. Часто плохо приживаются. Еще раз повторю, часто, не всегда часто. И мои многие подписчики тоже на это котика жалуются. Ну, котик это есть котик. Цветочек зато красивый. И мы за него боремся. Вот так вот выглядит он сверху. Вот у этого листика, у самого верхнего, вообще очень хороший тургор. Так что я думаю, что с ворхушкой будет все нормально, все хорошо. Сейчас я взяла ватным диском, просто протерла листики. И также, да, я подхожу, когда даже нет бинтов, опрыскиваю просто по листьям. Но я не опрыскиваю, чтобы попадала в точку роста, потому что новый листик, с ним надо быть поаккуратнее. А опрыскиваю, как бы вот здесь вот подошла, побрызгала на низ, листочка здесь по краешку, чтобы ни в коем случае не стекала в точку роста. Верхний листик вообще, если только тоже вот с обратной стороны стильный, я опрыскиваю и все. Так что я думаю, что с ним все будет хорошо. Да, и еще такой вопрос. Когда начинают восстанавливаться орхидейки, вот именно в таком состоянии, когда у них там несколько таких сухих корней, вот как они были, да, они все сухие, такие какие-то безжизненные. И, допустим, мне сейчас, они, кстати, любят это делать, вот орхидейка начала восстанавливаться, и она мне выдаст цветонос. Конечно, я этот цветонос удалю. Когда, если уже пройдет месяц-два, когда я увижу, что здесь пошли, вот, допустим, по краешку уже видно новые корешочки, и он выдаст цветонос, пожалуйста, пусть себе цветет, я ему мешать не буду, ни в коем случае, пусть цветет, ничего страшного. Также я хочу сказать, что очень хороший препарат себя показал Рибав. Рибавом я один раз тоже его опрыскивала, больше не надо. Рибав часто применять нельзя, какой бы хороший результат не был. К нему цветы очень быстро привыкают, и потом без него просто жить не могут. То есть вам придется постоянно их стимулировать. Ну, а так, в принципе, все я снимала на камеру, ничего такого я сверхъестественно не делала, танцы с бубнами я не плясала. Главное не забывать поить растения через листики, когда нету корней. Ну, а с вами была Аня Румянцева, я надеюсь, что вам понравился этот ролик. Ставим лайк, подписываемся, мне приятно с вами общаться очень. Всем спасибо за добрые слова, всем пока-пока!